Бородавки Статский советник товарищ собирался в выпуске. Весна это очень классно. Никогда не ожидал, что с возрастом буду ценить весну больше, чем осень. Даже когда ещё лёд на воде. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Привет! Меня зовут Алексей Варгасов. Вы на моём канале CarFishing 365. Сейчас середина апреля 2021 года. Я еле дождался, пока в Заречье начнёт сходить лёд после абсолютного фиаско перед ледоставом в ноябре. Ссылка на видео где-то вот здесь, я не знаю, может быть есть. Ну или там в описании. Лёд только начал сходить, половина озера очистилась. Ну я думаю, что при такой тёплой погоде и вторая половина за пару дней освободится. В апреле прошлого года, примерно в этих же числах, я здесь рыбу брал. Вода была 5-6 градусов. Тоже ссылка на видео либо здесь, либо там где-нибудь в описании или на канале найдёте, если кому интересно. Но, не знаю почему, но меня всё время тянет экспериментировать. Вроде бы, корми как в прошлый раз в тех же точках, ставьте же насадки и те же оснастки. И будет счастье, будешь загорать, кайфовать, рыбу целовать, отпускать. Но хочется делать постоянно что-то по-другому. Может быть это наследственное, плюс приобретённое во всяких институтах, аспирантурах. Но, тем не менее, в этот раз я точки оставлю те же, а вот с прикормкой её чуть-чуть видоизменю. По самому озеру, если кто здесь не был, то, может видео не смотрел. Озеро относительно небольшое, проточное, мелководное. То есть, максимальная глубина в русле, то, что я находил там ближе к дамбе, это 2,2 метра. А так, я не ошибусь, если скажу, что среднее где-нибудь, наверное, 1,4 при нормальном уровне воды. Дно сильно заиленное, есть и коряшки, много всякого мусора, веточек, брёвнышек на дне. И летом очень сильно зарастает. У тебя, слава богу, трава вся внизу. С другой стороны, это усложняет, если в первый раз поиск точек. Но, повторюсь, точки те же самые. Вот, а по корму две точки я буду делать такие типично весенние. В этот раз в корме будет это цепуха, это метод микс. Это конопля, это крушённый орех, это мелкий пелец, двойка и шестёрка. Но всего по чуть-чуть и начал я уже где-то по одному совку небольшому на точку. В этих двух точках мягкие поводочки, тоненькие маленькие крючочки, маленькие насадочки, скользяки. Ну, в общем, такие вот две такие уси-пуси точечки. Такие весенние, лёгенькие, всё для тебя, дорогой. В насадке. Ну, как Гоголь Лермонтов говорил, по холодной воде ты можешь ловить на любой бойл, если этот бойл хот-демон. Я с ним, с Гоголем, практически во всём согласен. Ну, в стиках тот же самый метод микс, хот-демон, плюс крушённые бойлы хот-демон. Да, точка глубина в этих где-то 1,2-1,3 метра. Одна точка это прямо напротив мостков девятого сектора, там бобры хорошо покопали, там не сказать, что песок, но очень твёрдое дно. А другая это у знаменитой коряги, где-то метра два-три на мостке. Ну, там на схеме видно. А вот третья точка, это туда в сторону коряг, вот куда вот лёд отошёл, я столько и смог туда придвинуться. Вот это там в четырёх метрах от кромки льда сейчас она. Это туда где-то вот, наверное, на первый сектор. Там тоже мелководно, где-то 1,2 метра. Вот там, это там будет настоящий ходкор. То есть я, как умалишённый, буду её кормить двадцатками бойлами. Бойлы, единственное, что я их немножко кипятком подзалью, чтобы они быстрее дали. Бойлы на основе ореха. Мне их презентовал один очень интересный, очень хороший человек из Гатчины. Там длинный поводок сантиметров 20. Настоящий снеговик двадцатка плюс четырнадцатый. Четырнадцатая кислая груша. В общем, никаких компромиссов. Как будто я умалишённый, а сейчас вода 20, август, и вот так бы я, наверное, и кормил. И хуки Хаебуса К1-1. Так как только, по-моему, мёртвые в прошлом году не говорили про всякие варианты Деригов, то я решил в этом году тоже попробовать. Точнее, я уже попробовал на Удомле в декабре. Ну, в общем-то, да, нормально сечёт, всё хорошо. Поэтому сейчас там Слип Дериг. В общем, такие мощные оснастки. В общем, уси-пуси против настоящего Хаткора. Плюс взял с собой флэт. И вот точки, которые повыше, вот там вот, не точки даже, а так, случайным образом обрабатываю разные глубины. Ну, с перезабросом раз в 40 минут. Ну, если будет лень, раз в час. Если кофе напьюсь, то, не знаю, раз в 30 минут постараюсь. Поищу его там. Там. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...